Техника безопасности и подробный инструктаж. Татьяна уже в прошлом году вставала на САП, но вспомнить основные правила не помешает. Участница Одинцовского клуба «Активное долголетие» поддерживает себя в форме круглый год. Она занимается скандинавской ходьбой и осваивает саббординг. Сегодня у них в распоряжении не бассейна, а целая река. Любители сабсерфинга с легкостью прошли дистанцию от пляжа «Дипломат» до Успенского длиною в 6 километров. Такая дизинка, видишь, называется. Вот он пристегивается всегда, человек к ноге, чтобы если человек либо сам захочет покупаться, либо упал, чтобы саб не потерял, учитывая течение реки. Также, например, насчет падений. То есть, что на спину лучше не падать, тем более, когда мы идем в группе, может кого-нибудь весом задеть и сам саб удариться. Такая двухчасовая прогулка помогает всегда оставаться в форме. Соревнования на сабах среди долголетов проходят уже не в первый раз. Екатерина Крамар, телекомпания Одинцова.